Всем привет с Камчатки! Меня зовут Константин и сегодня я хотел бы поделиться с вами своим мнением о некоторых ботинках для скитура, которые мне довелось использовать в предыдущих нескольких сезонах. Итак, начну свою речь наверное с легендарных ботинок Scarpa Alien 1.0. Ботинки эти предназначены для участия в соревнованиях по скей альпинизму и соответственно для тренировок. Часть ботинка выполнена из карбона, голенище удобно облегает ногу, соответственно во время спуска на лыжах это дает хороший контроль над лыжами. Благодаря удобной продуманной конструкции и небольшому количеству материала ботинок очень легко движением одной руки без натуги переводится в положение спуск. Ногой качнули немножко и он встал. Соответственно, когда есть необходимость подниматься наверх, все, ботинок готов к бою. Также для этого ботинка характерна очень внушительная амплитуда движения голенищ, что позволит вам очень быстро бежать. Особенностью этого ботинка также является малый вес 680 грамм один ботинок. Если вы немножко спотеете, будет 700 грамм. Вот. По бокам ботинок стягивается системой Боа. Так она открывается, закрывается. Все предельно просто и лаконично. Внутренник этого ботинка не тушим, запекается. Я узнал об этом немножко позже. Поэтому он сформировался во время работы на соревновании. Немножко потерт. Эти ботинки я использую в течение четырех сезонов. Очень длинных, очень активных. У меня связана масса приятных впечатлений участия в соревнованиях. Если учесть, что перепад в командной гонке составляет два с половиной километра, то соответственно этот ботинок можно использовать в каких-то подобных целях, если вы предпочитаете быстро забраться на гору и спуститься с ними. Из минусов этих ботинок могу отметить вот эти штучки. Как их назвать? Я не знаю. Перегибы для тросика системы Боа. Они съемные. В принципе они есть в комплекте, когда вы покупаете новые ботинки. Но они имеют свойство ломаться. Об этом надо знать. Скалываются здесь такие штучки. Но у меня они пока, слава Богу, целы. Итак, следующая модель, которую мы рассмотрим, Scarp Allen. Эти ботинки я использую чуть-чуть меньше по времени. Три полных сезона или три с половиной. Но гораздо более агрессивные. На Камчатке много кустов. Приходилось и по камушкам их стучать. Из отличий карбоновой версии и этой. Эта тяжелее. Весят они 860 грамм для 27 размера. Они полностью пластиковые. И пока не забыл, скажу, что они значительно мягче предыдущих ботинок. Scarp Allen 1.0 они, несмотря на невнушительный вид, они очень жесткие, что очень приятно на спуске. Эти же помягче. Это заметно. Из особенностей конструкции. Принципиально она такая же. Здесь у нас добавлена регулировочка и добавлен стреп верхний. Вот. Многие гонщики у нас, когда впервые такие ботинки попали к ним в руки, снимали стреп. Соответственно, стягивать этот рычаг было немножко посложнее. И у народа рвалась в этом месте вот эта вот веревочка. Здесь она у меня родная. И на предыдущих тоже родная. Но если правильно использовать этот стреп, ничего не рвется. Тем не менее, лично мой взгляд, этот шнурок очень легко меняется. И я бы не стал относить это к минусам. Но это легко спрогнозировать. Периодически посмотреть на него. В этом ботинке применен уже более внушительный внутренний ботинок. Он немножко потеплее. Вот. И помассивнее. Так же запекается. Из минусов этого ботинка могу отметить все те же клипсы и этот шнурок. Но о нем я уже говорил. Так же, наверное, наблюдательный зритель заметил, что в этом месте внутренний ботинок не защищен от снега. У меня такая модель. Чуть-чуть попозже они выпустили с такой резиновой вставкой в этих местах, что исключает попадание снега. Однако, амплитуда ботинка стала не то, чтобы меньше. Он стал более тугой. Для соревнований по скельпинизму это не очень хорошо. Если использовать этот ботинок для такого быстрого скитура, то вполне даже неплохо. Однако, эта проблемка лечится очень легко. Производитель предусмотрел гамаши. Очень легкий. Одевается на ботинок. В принципе, ничего никуда не попадает. Соответственно, система так же работает, как и раньше. Эти гамаши подходят также для карбоновой версии ботинок. Эти ботинки Scarp Alien главным образом предназначены для участия в соревнованиях по скельпинизму. Но мы с вами люди русские, изобретательные и часто ботинки используются не по назначению. Если карбоновые ботинки я еще более-менее щадил и бегал исключительно соревнования на какие-то личные проекты скоростных восхождений, здесь у нас на Камчатке, то Scarp Alien, которые потяжелее, были у меня такой боевой лошадкой, которые бегали и по кустам. Есть такой у нас ольховый сланик и по камушкам, и по сугробам. Они, в принципе, показали себя неплохо. Я должен заострить внимание на том, что данная модель ботинка должна использоваться с небольшой лыжей. Наверное, предельная ширина талии лыж для такого ботинка 78 миллиметров. И то при условии какого-то несложного снега и небольшой длины. Тогда вы получите удовольствие. Также есть такой нюанс, что вот этот рантик, он довольно-таки узкий. И ботинки предусматривают использование только с системой TLT. На этом все. Если я еще что-то вспомню, я достану эти ботинки снизу, потому что дальше я начну рассказывать про уже совершенно другую категорию ботинок Scarp Amistral RS. Ботинки уже совершенно другой категории скитур фрирайда. Они используются с более мощными лыжами. Лично я использую лыжу Ростовки 186, талия 93. Но можно использовать уже полноценную фрирайдную лыжу без ограничений. И раскатывать снег на тех скоростях, которые вы посчитаете нужны. Прыгать в глубокий снег и так далее. Такие ботинки должны быть жесткими, а Scarp RS жесткие. Именно это их и отличает от ботинок Scarp Amistral. Об этом говорят многочисленные клипсы. Мощный стреп, выполненный очень эргономично. Перчатки удобно вот так зацепить и прилепить. Также я очень люблю вот эту штучку, потому что она удачно притягивает пятку на место. Это особенность ботинок Scarp. У меня даже были ботинки, когда-то давно старые ботинки Scarp Avant. В целом мягкие, тяжелые, но благодаря этой штуке нога сидела в них более-менее сносно. Как видите, тоже вот все такое ухвастисто, удобное. Система переключения из положения ходьбы в спуск тоже очень удобная. Здесь два положения наклона, голенища 16 градусов плюс-минус 2 градуса. Есть вот такой вот спойлер, чуть-чуть от винтика можно открутить и пониже сделать. Ботинок становится выше. Вес этих ботинок 1450 грамм для 27 размера. Они очень удобные, теплые. Мне приходилось использовать их в мороз, в минус 25 градусов и после ночевки влазить в них. Пластик становится немножко пожестче, но ничего не ломается, гнется, все нормально. Внутренний ботинок также системы Intuition. Он запекается. Эти ботинки используются с креплениями типа TLT спинами. И также вот этот широкий рант впереди и сзади подходит для использования с креплениями типа Markertur. Также ботинки имеют прорезиненную подошву Vibram и немножко скругленную форму, что очень удобно при ходьбе. Ботинками я очень доволен, они отлично передают усилия на лыжу. В ботинках также предусмотрен кантинг. Ботинки я использую уже второй сезон. Сейчас я вам покажу внутренний ботинок. Язычок отбрасывается на бок. В принципе, ботиночек. Тут уже достаточно материала, чтобы пережить какой-то мороз. Предусмотрена шнуровка, но пластик так качественно стягивает ногу равномерно, что я ее не использую. Хотя, конечно, во многих обзорах рекомендуют использовать шнуровку и это правильно. Без минусов обзор будет недостаточно объективен. Чего мне не хватает в этих ботинках? В этих ботинках мне не хватает амплитуды движения и голенища. Конечно, я все расстегиваю и надо расстегивать. Но у нас бывает много подходов и на пологих участках ширины шага не хватает. Вот. Когда идешь в склон, меня вполне все устраивает. Шире шагать не хочется. Однако, Скарпа выпустила новые ботинки. Скарпа Мистраль RS 2.0 и Скарпа Мистраль 2.0. И они заявляют, что движение голенища у них будет составлять, вернее, они уже продаются с 60 градусов. У этих 36 или 38 я не помню. Из минусов, пожалуй, это все. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за внимание. Еще раз привет с Камчатки. Приезжайте к нам. Мы вас ждем. С вами был Константин. Сейчас счастливо.